Украина это винодельческая страна, где выпускается большое разнообразие вина. Поэтому следовало ожидать, что при полном отсутствии контроля за выпуском данной продукции могли появиться на рынке и некачественные вина. Украин-Пром, который является наследником давней и очень эффективной организации, как Алавплод Винпром Украины, мы знали традиции этой организации, одной из которых являлось мониторинг по современному или исследование качества продукции винодельческой, которая выпускается в Украине. Тогда были приняты ежеквартальные дегустации республиканские, на которых определялись лучшие и худшие образцы вина и принимали, соответственно, меры для улучшения винодельческой продукции. В этом как раз и состоит одна из задач Украин-Прома. Мы восстановили эти дегустации, не сильно еще они частые, но последняя дегустация, о которой сейчас идет разговор, это была 10-ая небольшой юбилея. До этого провели мы 9 дегустаций, провели по направлениям, допустим, была дегустация по шампанскому, дегустация по столовым винам, дегустация по коньякам. Мы набирались опыта, восстановили этот опыт. И когда к нам поступило предложение от госструктур, в которые входят именно ПК, как головная структура, отвечающая за развитие виноделия в Украине, и также от других государственных структур, которые являются контрольными, это и налоговый департамент, и бывший госстандарт, и остальные, как защита прав потребителей, то есть провести исследование в настоящем сегодняшнем дне состояния винодельческой продукции. И когда нам именно предложили провести всю техническую работу, исходя из нашего предыдущего опыта дегустации, то мы согласились и активно включились в эту работу. В чем она заключалась? Проведение дегустации, это органолептическая оценка образцов, оценки каждого образца. Все это делалось в соответствии с действующим стандартам в Украине, от закупки образцов, которые оформлялись соответственным образом, до транспортировки, шифровки образцов, это является рабочими моментами проведения дегустации. То есть все делалось в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению органолептической оценки. Если есть сомнения по поводу органолептики, то должен сказать, я как человек, проработавший уже более 40 лет в виноделии, то любой винодел, он же и дегустатор. Если он не дегустатор, он не винодел, и наоборот. Его работа начинается на предприятии с того, что он пробует сырье, пробует молодое вино, пробует купажи, и на основании всех этих проб, то есть органолептической оценки, он и получает продукт, или хороший, или плохой. То есть органолептическая оценка – это неотъемлемая часть работы каждого винодела, и от этого зависит общий уровень состояния виноделия в нашей стране. Дальше следует, если мы хотим, работая по предложению государственных структур, мы должны завершить эту работу проведением химического анализа, который позволяет определить, а находятся в этом продукте, который подвергается исследованию, только те вещества, которые характерны для вина, или там есть и другие вещества, которые не должны там находиться. Поэтому сейчас проводится именно эта работа, ведется разложение, если так грубо сказать, вина на составляющие, которых будет значительно больше, чем у нас по ГОСТу, до 10 положено, а здесь будет как минимум 40 составляющих, которые позволяют проанализировать и увидеть, что это вино или это вино с добавками. И когда мы объединим эти два составляющих, органолептическая оценка и химическая, то мы тогда можем четко и ясно сказать, какое вино это вино, а какое вино, мягко говоря, напиток, который не должен называться вино. Александр Петрович, какова дальнейшая судьба будет этих производителей, которые не выдержат дегустационные итоги и лабораторные исследования? Что будет с этими производителями, по вашему мнению? Ну, я как винодел не хотел бы пожелать плохого любому производителю, но я думаю, что как минимум это должна произойти перестройка на самом производстве. Какими уже или штрафными, или еще какими-то методами это будет, это дело, скорее всего, будет приниматься не в Укрвенпроме, а в контролирующих органах. Хотя я сторонник того, что мы должны выпускать только качественное вино, и значит, соответственно, предприятия, которые выпускают некачественное, не должны этим заниматься, вплоть до изъятия у них лицензий на производство. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, все-таки, учитывая сегодняшнее состояние рынка, какие шаги надо предпринять, и что конкретно сделать, чтобы подобная продукция не появлялась на прилавках? Ну, мы давно уже говорим об этих мероприятиях, которые должны быть. Я считаю, что производство вина должно сопровождаться, ну, можно сказать, жестким контролем. Без этого нельзя ни в коем случае. Если мы, как Укрвенпром, посещали десятки стран и знакомились с виноделием, то французский коньячист, допустим, не имеет представления, как это он начнет разливать вино, извиняюсь, коньяк, без предварительного анализа каждой бочки с коньяком отраслевым институтом. Только отраслевой институт, сделав анализ, и органолептику, и химию, и, соответственно, замерив объем, который будет подвергаться розливу, дает разрешение на выпуск продукции уже в розницу. У нас же такого и близко нет. Поэтому все зависит от совести. А, как известно, там, где большая прибыль, там меньше совести. Поэтому будут стараться. Поэтому важен серьезный контроль. Необходимо ввести давно забытые правила, которые были при Советском Союзе. Это контроль от производства винограда с тем, чтобы мы могли сопоставить, а сколько выращено винограда, и сколько получено вина, или сырья, или еще что-то. Это и форма 5, которая была обязательна, а сейчас которая не обязательна. Ну и другие факторы, которые влияют на качество. Я думаю, восстановление инспекции, которая начинается сейчас, но я считаю, что должна быть отраслевая, профессиональная. Это и выдача лицензии, которые выдаваться должны только тем, кто готов производить надельческую продукцию. И, конечно же, требования по кадрам. Вино должны выпускать обученные кадры, и за качество вина они же должны отвечать. Скажите, пожалуйста, представители предприятий, продукция которых была забракована первым этапом дегустации, обвиняют организаторов этого мероприятия в том, что якобы это мероприятие имеет цель убрать с прилавков украинское вино, освободив дорогу для импортного вина. Что вы скажете по этому поводу? Хороший вопрос тем, что он хорош, действительно, что идет, если мы освобождаем Украину от фальсифицированной некачественной продукции, то мы даем право качественным производителям увеличить свои объемы. Тут как будто, да, мы перераспределили, не идет рынка, но только таким образом, что увеличится выпуск качественного продукта. И другая сторона этой медали, что если мы не будем бороться с некачественным продуктом на винодельческом рынке, то в случае вступления нашего даже в зону свободной торговли европейскую, у нас придут другие контролеры, которые, проверив наше виноделье, просто-напросто закроют его, и тогда от нашего виноделя остаться могут только качественные вина, но уже без нашей воли и, соответственно, с другими совершенными условиями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok